Благодарим всех участников за неравнодушную и активную позицию. Бюджет, предложенный вам к принятию, выведен, качественно подготовлен и сбалансирован. Горсоветканска принял бездефицитный бюджет на 2019 год. Среди основных направлений расходов – образование, культура, спорт, городское хозяйство. Корректировку бюджета с учетом региональных и федеральных поступлений проведут в начале следующего года. Тогда станет известно, на какие цели расходы удастся увеличить. Следующие три вопроса касались изменения устава «Канскан» – передачи имущества из государственной собственности в местную и границ города. В пункте «Разное» вернулись к рассмотрению вопроса увольнения бывшей главы Надежды Качан. На этом настаивает прокуратура, ссылаясь на решение суда. Это требование суда устранить нарушение закона. Если вы в очередной раз уклонитесь от этого, ну в очередной раз, наверное, я не знаю, мне неприятно это говорить, но покажите свое лицо. Вы открыли ей путь участвовать в конкурсе на замещание вакантной должности на государственную службу. Я не понимаю логики в ваших рассуждениях. Более того, я беспокоена. Человек утратил доверие, по халатности допускал какие-то моменты в своей работе, и что привело к утрате доверия. И этот человек будет владеть персональными датами граждан города Канск. Гербовыми документами, гербовой печатью. Мы вообще-то что-нибудь думаем о будущем города или нет? После дискуссии депутаты от партии «Единая Россия» попросили перерыв. После 10 минут было принято решение рассмотреть требования суда на следующей комиссии по социальной политике. Четыре депутата решили, что откладывать бессмысленно и проголосовали против. Этот вопрос давно на рассмотрении. Все об этом знают, что допущены определенные нарушения со стороны главы города Каннска. Поэтому откладывать дальше я не вижу никакого смысла. Пока дата проведения комиссии по соцполитике не назначена. Именно там должно быть принято окончательное решение. Оставлять запись об увольнении с главы в существующем виде, либо расторгать нетрудовой договор по самой редкой причине – утрата доверия. Ольга Ванеева, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.